I have ways of blowing things up. Некоторые вещи мне пришли в голову. Во-первых, если учесть, что за Томасом постоянно следили спецслужбы, и у, как этого чувака звали, Ларри, Гарри, ну, который монстр, который с прошлой серии, у него был, естественно, босс, мы про это тоже знаем, то логично предположить, что за ним и дальше продолжали следить спецслужбы. И еще есть маленькая фишечка. Помните, первый раз когда мы столкнулись с этим чудовищем, ну, которое основное наше, которое, я думаю, что это печалька, там были ее фотографии, фотографии Марианы, взрослой, то есть она выяснила, что за ней следят. И если вы знаете, ну, как бы заметили 100%, что в интермиссии мы сидим и все это рассказываем какому-то человеку, я думаю, что это какой-то из агентов спецслужб, который пришел сюда в конце, когда она уже разобралась со всеми проблемами. В общем-то, вот такие мои соображения. Все так же я продолжаю думать, что печалька это у нас главная тварина, главный этот Моу, как его тут называют. Также я продолжаю думать, что Томас застрелил печальку для того, чтобы всех спасти. Так, Мариан, сосредоточься. Это был твой дом, нужно найти, за что зацепиться. Зацепись плечом куртки за что-нибудь. С другой стороны. А, это вход. Это вход. А, это зеркало. Не, давайте без... Ладно. Давайте без зеркал. Фоточка. Семейная фотография. Жаль, что ее просто оставили здесь и забыли. Ну... Вытащить... Не, никак не могем. Тут даже не включается, кстати, это предвидение. Вот это еще одна фишечка насчет предвидения. Ладно. Давайте я про это скажу уже в конце, подводя итоги игры, потому что постоянно на это жаловаться. Еще одна фотография. Почему-то мне не хочется оставлять ее лежать здесь. Ну, ты сейчас нагребешь полные карманы, потом не сможешь убежать. Я тебя знаю. Хорошо. Хотя человек ходит в карманах с болторезом, с канистрой. Вот. Что-то есть пока. Вон там внизу, видите, белая точечка? Это очень странно. Ладно. Записки о беспокойном человека. Он же Томас. Если что, я думаю так. Она на нее волком смотрит. Она на нее. Крутое расположение. Хорошо. Ненавидит ее за то, что с тобой случилось. И думает, что это она во всем виновата. Как будто она сделала это специально. Она еще маленькая. Ей нужно время, чтобы понять. Но иногда мне страшно. Вдруг она что-нибудь с ней сделает. Я убеждаю себя. Она бы никогда. Да, но все же я лучше любого знаю у всех свои демоны. Она на нее. Возможно, у нас здесь конфликт идет между Печалькой и Марианной. То есть Лилия и... Лилия Анна ее здесь зовут. Не Лилия, Лилия Анна. Кукольный домик? Да. Куда же... Как он пережил пожар? Ну, он тоже так чуть-чуть подгорел. Заперто. Как бы его открыть? Да, как бы его открыть? Просто берешь и просто, блин, открываешь руками. Знаешь, там не надо ключ искать. Ой, сильно обгорел. Но еще пригодится. Кстати, да. Она же очень любит бабочек. Помните, в первой серии нам говорили, что Джек поощрял ее хобби. Увлечение вот это бабочками. И... Тут все это взаимосвязано. У Печальки бабочка на платье. Это... Она увлекается бабочками. Бабочки, бабочки. Все замучено тут на бабочках. Давайте все обследуем. Я понимаю, что может пойти в Зазеркалье, но погодите. Думаю, нужно найти подходящее место. Так. Сюда. Сначала... Вот это. Потом... Вот это. Потом... Вот это. Да, правильно. Мистерия моей семьи. То есть, сначала свадьба, потом... Я... Спасибо. Спасибо, спасибо, что дали почитать, посмотреть. А что мне это дало? Уйти. Уйти. А, сюда мы не проходим. А, сюда мы не проходим. Нам ключик от кукольного домика. А, вниз имеется в виду вниз. Я понял. Я понял. Ну, не зацепляйся же ты. Что найдется на этой стороне. Давай глянем. Ну, не зацепляйся. Ну, иди. Иди уже. Так, это у нас алтарь. То есть, домик... А, понятно, как мы его откроем. Нам не нужен ключик. Бабочка. Декоративная бабочка. Сдается мне, ты не то, чем кажешься. Так, и тут у нас три символа, которые мы поставили. Странно, будто чувства отпечатались на стенах. Ну, это кольца. Это вот не с ребенком угадывается. А вот это... Привет. Выглядит до жути знакомо. А это, случайно, не... Может быть, кстати. Сейчас посмотрим. Я же говорил, в прошлый раз высказывал уже теорию о том, что... Папа-папа-папа-пам. Я понимаю, что бабочку надо вернуть, все дела. Высказывал теорию о том, что, возможно, печалька сильно обгорела в доме, потому она стала монстром уродливым. Но... Единственное, что меня удерживает от этой теории, что в первом... В самом первом ролике, который нам показали, печалька бежит по лесу и потом в нее стреляют. И там она выглядит нормально, неуродливо. Поэтому... Если предполагать, что это именно печалька, которая бежит по лесу и в которую стреляют. Я думаю. Так, с этим я до сих пор ничего не могу сделать. Спасибо. Да, домик открылся. Подойди к нему, пожалуйста. Прямо копия настоящего дома. Да. В зеркальце интересно. Еще и как интересно. Может, ты бы еще крутилась нормально? Тут инвертированная... То есть, вверх-вниз... Вправо-лево соблюдено, вверх-вниз инвертированно. Но тут три вещи, да? А, погодите, может мне их местами поменять? Кажется, сюда можно что-нибудь повесить. Например, зеркало. Как будто что-то изменилось. А, его можно подставлять. Я понял. Спальня. Еще бабочка у нас вот эта вот есть. Почему-то мне кажется, что оно сюда, но... А, я понял, что с зеркалом, кстати. Да, да, я понял, в чем прикол. Я могу теперь через зеркало попасть в разные комнаты. Observe. Ха, я так и знал. Зеркало, кукольный домик, все связано. Понятно. Это наш способ... Это каком-то выглядит так, как будто мне здесь не следует быть. Стоп. Кажется, это не отсюда. Это она сейчас будет головоломка. Положи то, куда, что, где, зачем? Или что? Так, тут тоже кукольный домик. Давай вниз уже. Вторая бабочка. Все, я понял. Мне нужно три. Я вспарываю коконы. Как будто плохо мне звучало. Ненавижу вас. Всех вас ненавижу. Вы ничего не знаете. Вы не понимаете, говорит, печалька. Я понимаю. Слышали? Ха-ха-ха. Так, это еще один плюс в подтверждении моей теории, что печалька и монстр это одно лицо. Ну, то есть, не одно лицо, это ее же сознание, которое, скорее всего, изуродовано и раздвоено. Там что-то есть. Да, понятно, что-то есть. Да. Интересно, правильно ли я... Нет, минуточку. Зеркало находилось внизу. Я его поставил наверх. Алтарь силы? Нет. Лица! Чайпите с дьяволом? Я знаю. Я понимаю. Я понимаю. Я чувствую твою боль. Что за черт? Я с первого раза угадал или... Так, тут... Да, ничего из этого. То есть, мне нужно еще две морды найти. Скорее всего, да, с печалькой, она же, лилианность, не произошло раздвоение, расстроение, всякое такое. Вот. И за счет этого... Идем еще раз бабочек примеряем. Нет. Нет. Странно. Ладно. Ммм... Давай еще раз зеркало переставим. На этот раз вот сюда. Та ну и... Блин, как она застреет жутко. Это просто... Эта комната очень знакома мне. Да понятно. Это твой дом вообще-то больше. Так. Ааа... Четыре ячейки, видимо, для четырех бабочек. Логично. Спасибо, Карл. На тебе одну. Еще в правильном порядке нужно разместить? Ммм... Печально, если так. Ну, третья бабочка здесь. Это понятно. А где я возьму четвертую? Еще одну. Там я не могу глянуть. Вот эта штука я, наверное, смогу вскрыть. Да. Да. Рыбку сюда. Рыбку сюда. Мне не нужно, она за неё, мама умерла, я ненавижу. лучше бы она сдохла или я не виновата что происходит похоже что я надеюсь что это последнее похоже что марианна младшая сестра и видимо природах умерла мать и старшая сестра естественно полагает что это младшая сестра убила мать и они друг друга ненавидели где но друг друга или ненавидела марианну по сути это наверное явилась еще одним сдвигом так очередность важно или нет это выглядит как вот это это выглядит как вот это вот это я по форму чисто по формам по силуэтам смотрю спасайся позволь я помогу она проразия пусть гореть ага вот что произошло ну то есть то что мол и лилиан опять же это еще раз подтверждается в этом доме на это стало уже окончательно ясно она спряталась здесь а мы остались гореть в доме нас спасли но от этого у нас ожоги а она потом начала бежать и томас погнался за ней и пристрелил так хорошо резня случилось давайте так хронология событий у нас есть тарковский который грубо говоря делает что-то отвратительное с лилиан после этого она двигается головой и на фоне всей этой печали обиды всего того что произошло появляется мо мо захватывает ее и но не захватывает я становится и 2 альтер эго после этого мо проникает те ну томас мстит за лилиан и опустошает тарковского а лилиан потом с помощью мо вселяется в медсестру убивает тарковского но видимо не может контролировать мо и поэтому мо убивает еще кучу народу от этого появляется резня после ну и в скорее всего или в это же время или доли после нас хронологии посмотреть на томаса нападает генри и генри практически справляется с томасом и устраивать здесь пожар более-менее что-то сказано с хронологией поработать теперь кстати я насчет прошлой серии посмотрел подумал ведь генри читал записки русских ученых которые наблюдали за томасами там было сказано что он крайне опасен его нужно сдерживать как на физическом так и на ментальном уровне скажите мне пожалуйста каким образом когда генри загнал томаса в ментальный тупик каким образом томас оказался освобожден я пересмотрел тот момент и он как будто у него развязаны руки таким образом он убивает генри то есть генри был морально подготовленным был профессионалом высокого класса он заказать тащил его к себе в голову и там запер но при этом на физическом уровне он не смог с ним справиться серьезно это немножечко сомнительно так 2 морда еще одна маска не об этих друзьях говорила печаль да вполне возможно сил съел всех моих друзей и тебя съест так это две морды а где нам взять третью две морды это конечно круто где нам взять третью эти лица у нас возможно символизируют какие-то чувства лилиан и то есть сочувствие доброту еще что-то и как мог все это поглощи поглощал наверное чем нити бабочки до сих пор светятся ну то есть а это возможно порядок их уста все 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 я понял зачем это надо ну там можно было определить и по этому по силуэту то но уйди так хорошо нет ни туда сюда поставься ты ночью чтобы она стояла изначально внизу да да поэтому давайте сразу это вот а где у нас морды были напомните они были не в этой комнате на но в любом случае где мне взять третью морду тут я ничего сделать не могу сюда тоже пройти не могу пара по папам и там я тоже сделать ничего не могу получается 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 что нам нужно сейчас переставить зеркальце в спальню прогружайся пожалуйста спасибо в какую спальню в эту пожалуй да ну ка валим да вот у нас тут морды значит сюда мы ставим сюда или сюда куда мы ставим покажи все понять ура ну да и третьей морды нам не хватает откуда нам ее взять вот вопрос я не думаю что что-то могло прям измениться а вот собственно вот и третья морда она прямо здесь и было все это время не дома кладбище эмоций ну да то то выйдет и елки-палки ти кто придумал что кью это выход кто блин этот день и что который придумал что кью это выход но я не могу ее оставить она же умрет ну и хорошо помнишь мамочку это все она виновата нет нет она моя сестра освободи меня я спасу вас и 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 отсюда так я тут уже все забрал видимо да это я тоже да тут тоже уже все активировано все пойдем я просто запутался где зеркало так хорошо переставляем зеркало в спальню зеркало находится сзади надо это запомнить бежим блин чертова камера постоянно меняет не я критической ситуации не сориентировался давай сюда морду да выйди ты уже так значит отсюда бежим сюда все я понял ну я вижу как у меня у меня щит не заряжен эмоции не заряжены поэтому это единственный способ куда я могу убежать я вижу значит тебя сюда я знаю да 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 это уже было до свидания вот черт эта тварь появилась из нее как бы я тебе тоже пол игры говорю купил себе свободу нашими жизнями белый лили нужно поскорее найти а не тихонько зачем подвал почти пострадал ой там это пши 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 надо послушать у тут прям намазано почти ничего не разобрать такое что еще читается квитанция дело времени магазин часов краков улица городская заказ номер такой-то стоимость 600 златых дофига если что до 76 год но для 76 года я не знаю по крайней мере сейчас это дофига телефон погодите в прошлый раз когда у нас так лежал телефон дата стоимость телефон никакого нету болта твой выход сделать любовью на и печаль не тоже отпечаталась часы карманные часы и квитанция ну то есть квитанция на эти часы тоже на столе лежит хорошо медведь папа медведь марианна she needs to stay а пока останется в больнице она выздоровеет я хочу к ней шиши ряда шлейф она спит впрочем пока прочь пока не знают когда она проснется шишка на уикапа была в коме вот почему ничего не плачь и а курина и нефть и да все таки было тут есть еще вот это шприц или послушай пойдем со мной и авто к важно прости маленькая моя прости томас что-то с ней сделал он пытался и знать мол если что я надеюсь и ничего не проскипал так обеспокоенный человек он же томас она больна но не физически он был прав в ту ночь в ней пробудилось что-то ужасное она пожирает и изнутри пытается ее силами питается ее силами она угасает должен что нибудь сделать мы должны что-нибудь сделать понятно в общем ночь когда на томаса напал генри это была та ночь когда пробудилась мол хорошо хорошо понял это это помогает с хронологией то есть что произошло мы уже знаем теперь это помогает разобраться в хронологии то мы его то файлили расскажи мне о пожаре вы были заперты одни нет 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 кто еще там был голос не звала он все равно пришел ну да это вот этот вот демон как раз да можно понять она ребенок и у нее есть определенная обида определенные чувства страх и ребенком гораздо проще завладеть это в принципе объяснимо ну раскрыли код серьезная штука похоже военного назначения сам и летая сталь кодовый замок кажется я знаю погодите давайте вот те часы еще проверим квитанцию на часы мне кажется там у нас прячется разгадка 1976 так 1976 или же то не то с годовщины медвежонок 10 лет надо же как время летит вот тебе подарок чтобы следить за ним люблю тебя это от жены 76 10 лет 1966 тогда получается я это кстати не прочитал в прошлый раз 1966 пойдемте попробуем 1966 это год свадьбы возможно 1966 да ну чтож назвался я груздем полезай в коробок корзинку хорошо это было довольно логично двухшаговая загадка но там просто иначе незачем это было она не вызывал никаких воспоминаний ничего пройти через подземный коридор ох черт я же об этом пожалею да мы беги беги как никогда не бежала я там немножко не читал диалоги надеюсь вы читали нет 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 еще не конец я конец всего как же избавиться от этой твари это да тварь она это еще тварь томас дело сделано они никогда не узнают они не должны узнать они не поймут никогда не простят но они в безопасности а остальное не имеет значения разделение другого выхода нет это ты мне сейчас подсказываешь спасибо блин так но здесь электро щиток я так понимаю мне на него подать питание надо да без энергии я тут ничего не сделаю тварька 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 что за убежищена случай атомной войны что это место о привет вот такие вот моменты я честно говоря немножечко не понимаю то есть куча мест которые отгораживали нас до того как мы нашли лезвие я могу понять потому что фишка была в нахождении лезвия куча мест которые были заперты на цепочку до того как мы решили болтарес это был гейм-дизайн это отрезал нас от тех мест куда нам не стоит попадать раньше времени зачем эти места оставить сейчас например шкафчик был заперт на цепочку шкафчик там где была коробка с часами зачем было там цепочка ну то есть фактически просто чтобы я почувствовал что я могу больше что-то понажимать понакликать не знаю так срамное чутье надо использовать потому что я могу туда пойти я думал там пола нету давайте вот честно давайте обойдемся без стелса тут везде можно пойти чертова финальная локация вот ниже затопленные релечки из меня никуды шли так не затоплены он же явно что то есть погоди камеру можете пожалуйста повернуть по-человечески я не вижу что вообще происходит там все в точку ушло так это мне нужно набраться энергии да но энергия же явно есть вот здесь но я не могу ее трогать хорошо вниз можно сходить духом вниз можно сходить духом но там саранча то есть мне откуда то нужно получить источник энергии и источник энергии так же мне нужен для того чтобы открыть там электронную дверь электрическую все сводится к источнику энергии хорошо надо запомнить это место попробовать потом туда слазить воспоминания воспоминания вообще так то что под нашим домом находится такой бункер ну или это томас был таким параноиком хотя он был параноиком это понятно за ним всю жизнь гонялись а похоже там выход только он затоплен словами не описать как я этому рада так упасть не не дадут что уже хорошо потому что камера ведет себя отвратительно я вообще практически половины того что здесь происходит не вижу что печально сюда можно под воду сходить погодите сюда я схожу возможно тут что-то интересное тут что-то чапкает энергия я тебя нашел энергия больше ничего нет так мы нашли источник энергии а это значит давайте мы вернемся я схожу там где были эти возможно мне просто изначально нужно спустить воду и добраться туда давайте посмотрим но сначала я все таки схожу сюда пока у меня есть щит возможно какая-то секретка возможно нет я не знаю как это все будет потом в будущем а зачем мне здесь источник энергии то есть чтобы добраться до этого источника энергии мне нужен был источник энергии немножко глупо не так теперь ты надо жахнуть как же если не жахнуть то наверное надо было там осмотреться до конца но честно говоря не охота лазить по этой склизкости по всей этой гадости по всему этому так заработала да я так понимаю у меня еще чуть-чуть энергии осталось половинка буквально и вообще так там нет еще энергия понадобится отбиваться от урода этого наверное если он здесь будет я почти уверен что здесь будет а это мне вот отсюда показывает что вон там энергия есть погодите я пойду наберу себе еще полную обойму или может вот это тоже надо жахнуть тогда пофиг я я не знаю что это значит пойдемте я что-то включил что-то заработало звуки идут такие что пока ничего не качается но я думаю что если мы что-то где-то включим погодите сюда тут у нас ныряние в прямом и переносном смысле происходит зарядись есть подкачались вырубаем может получится откачать воду да 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 было бы неплохо кстати мы там уже все запитали а чё-то ну поскольку мы подали питание мы можем зайти сюда это шорткат что ли красиво сохранение прошло знаете чё ребята раз прошло сохранение давайте мы тогда начнем этим заниматься уже в следующей серии мне кажется что после этого опять же что-то за триггерится начнутся побегушки поэтому я лучше наверное подожду все ребят спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек и всем пакета и а и и и Субтитры подогнал «Симон»